ох уж этот творческий беспорядок капец так вот здесь немножко в пакете лежит вот тут еще лежит вот тут сбоку вот тут все упало вот 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 тут еще хочу провести ревизию моточков и после этого забрать с заказ валбер сезон пряжа там тоже мне приехала и все больше не покупать попробовать и связать то что есть прям хочу поставить себе цель вязать вот из всего что есть и если даже самая ходовая позиция заканчиваться то что-то придумывать и вязать какую-то другую игрушку не знаю получится ли у меня этот челлендж или нет надеюсь получится и к какому времени я смогу извязать большее количество моих остаток ну как сказать остатков нужно сначала узнать сколько у меня всего моточков пряжа тэдди пряжа yarnart dolce и какая-то китайская пряжа которая вот лежит у нас на фоне из этих трех разных пряж связаны вот эти три котика я вам сейчас покажу какой с какой связан и свои ощущения расскажу от этой пряжи которую я вчера забрала с вб из озона я заказывала вот эту китайскую пряжу у одного и того же продавца но среди всех моточков мне приехала упаковка с вот такими котиками серая и она причем одна она больше кстати вот эта пряжа больше серенькая похоже на вот эту тэдди посерединке которая пряжа она такая знаете более более лысоватая что ли по сравнению с серой и с вот этой вот тэдди которую я заказывала тоже пару месяцев назад она мне очень понравилось но сейчас уже нет наличия тех цветов упаковочками которые мне были бы нужны поэтому у меня осталось буквально несколько моточков которые с упаковкой и несколько начатых моточков которые уже без упаковок хорошо хоть упаковочка осталось чтобы вам можно было показать на первый взгляд когда я смотрела по через экран когда я смотрела через экран мне показалось что вот это вот пряжа китайская это точно такая же пряжа просто скорее всего вот эту упаковку нацепили на вот эту но сейчас я даже уже не знаю что думать причем здесь заявлен 55 метров 50 грамм а в этой пряжи в этой пряжи 50 грамм 60 метров очень странно очень странно она должна быть тоньше немножечко но вот этот вот серый моточек он как будто практически не уступает вот по ощущениям практически не уступает вот этот моточек да по нему сразу видно что он тоньше что он тоньше и вот сейчас я вам покажу вот немножко видно что он тоньше и он неравномерный неравномерный а вот это пряжа теди которую я заказывал несколько месяцев назад она такая более равномерная но тоже не все моточки мне попадались и плотные 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 а это такая вот худенькая в некоторых местах прям эти жиденькая даже худенькая жиденькая сейчас я вам покажу тоже еще раз котиков которых я связала из этой пряжи целом в целом мне понравилось прикольно вот все что я заказала тоже вам сейчас цвета покажу я буду как бы использовать буду вязать попробует стоит не стоит наверное покупать сразу сто пятьсот мотков можно купить либо какой-нибудь один моточек но я не знаю есть ли она по одному моточку либо можно купить одну упаковочку того цвета которым вы как бы сможете вязать одну игрушку к примеру вот я из желтого могу вязать вот таких утят и поэтому например можно желтый заказать на пробу один и посмотреть нравится вам она или нет но я повторяюсь что я заказала также вот у это уже продавца еще серый и вот он единственный пришел в другой упаковке и я не знаю другая ли это пряжа но информация вообще разное имеется ввиду что по разному написано поэтому возможно возможно что это разные виды пряжи даже это повторюсь больше похоже на тэдди который вот я заказывал несколько месяцев назад и не вязала вот тоже предыдущих видео котят много из меня как бы не знаю в целом нормальная приятная на ощупь и вот эти два моточка они разные вот правый сереньким более приятный ощупь чем левый но левый я не скажу что неприятный они обе не бархатисты как обычно плюшевая пряжа они обе такие не шершавые бывают такие вот тоже как будто типа трикотажной пряжи но она бывает более шершавая это не шершавая это мягенькая но иногда в отзывах тоже где-то попадается в таких видах пряжи что она неприятные скрипучие мне не попалась вот тут неприятно скрипучие я все моточки подрогла они все мягенькие и все приятные на ощупь и хочется из них что-то повязать поэтому я сейчас вам покажу утят которых я связала из этой пряжи и из пряжи тэдди как она выглядит и хотят тоже покажу правой руке у меня утенок связаны как раз вот из этой китайской пряжи крючком четыре с половиной миллиметра и вот эти два утенка они связаны с пряжи тэдди в целом паутятам так и не скажешь что это разная пряжа потому что размер получился примерно одинаковый как будто даже вот это немножко выше но когда я вязала полотно было такое более тонкая крючком четыре с половиной и из-за этого чувствуется что все таки она немножко потоньше но говорю повторяю что вот разницы между утятами я не вижу в размере между той и той пряжи хотя эта пряжа чуть-чуть потолще а эта пряжа чуть-чуть потоньше покажу вам сначала котят вот тоже из тэдди и котенка из вот этой пряжи китайская это из дольче сейчас тоже посмотрим с вами цвета цвета почти похоже цвета почти похоже вот этот более красно-коричневый это конечно более коричневый у вас в правой руке у меня связаны стэдди и стэдди а в левой руке связаны с вот этой новой китайской пряжи которую я себе заказала и разница немножко видна что вот из китайской он поменьше получился немножко поменьше но она и заявлено что она тоньше и вот так вот даже визуально по мордочке это побольше также я вязала крючком четыре с половиной к ловерам чтобы посмотреть какая разница по ощущениям по ощущению по вязанию примерно точно так же как и из пряжи тэдди потому что но они похожи прям как будто это одна и та же пряжа просто одна чуть чуть тоньше а другая чуть-чуть в целом попробовала бы я еще раз да попробовала бы буду ли я из нее вязать да буду вот эти вот эти вот моточки которые я заказала конечно я буду связывать и сейчас покажу вам тоже с пряжей дольче сравнение в целом размеры почти плюс минус один сантиметр у них одинаковые вот этот со светлой мордочкой это из пряжи yarnart дольче и в целом по размеру по размеру они почти все похожи кроме ну хотя да вот это прям явно немножко меньше кажется вот это эстетия из дольче они прям похожи размерами хотя-то в эти на их мордочки посмотрим да похоже но все равно видите вязание ложится по-другому из-за этой пряжи из этой такие узоры интересные получаются вот вот эти прям одинаковые по размеру как будто а вот этот прям меньше прям меньше по сравнению даже вот пряжи дольче целом вот это я вам хотела показать то что я купила себе новую пряжу для себя которую хотела посмотреть я еще хотела ее сказать тогда когда тенди у меня закончилась я поняла что мне она понравилась но тех цветов уже не было в наличии я начала искать и когда я нажимала там похожие вот эта пряжа мне высветилась но я ее не заказала времени не было и повязать из нее тоже некогда было бы сейчас вот она мне приехала и я попробовала сделать из нее котенка и утенка чтобы вам тоже показать вдруг кому-то захочется заказать понравится ссылочки будут в описании к видео в канале находок я там все оставлю также я сейчас еще покажу что еще заказала это же эти ссылочки там оставлю вот но это не прям обзор знаете я особо не умею снимать обзор я просто показала какую я пряжу купила и то что она в целом мне понравилась она не жесткая она не шелковистая как обычная пряжа но она более износостойкая по моему мнению мне кажется что она прикольная мне она понравилась поэтому я буду вот эти моточки извязывать и сейчас сниму телефон со штатива и покажу вам эти моточки вот такие цвета я купила белый вот это молочный это такой кремовый вот тот самый серый у которого другая этикеточка рыжий коричневый наверное даже больше бежевый верблюжий какой-то такой цвет светло-серенький горчичный коричневый который в более в красный все-таки уходит более в красный а вот это тэти коричневый а нет это вот как раз это есть тот коричневый тэдди у меня закончился в общем он такой более красный а вот у тэти был более коричневый и также заказала вот два желтых один прям желто improved робот и вот такой тоже какой-то толи серо-бежевый серо-бежевый я бы назвала этот свет вот он такой буду пробовать мне кажется должна быть нормальная пряжа вот подумай грушечку мне кажется на вижу из нее котят как бы я и заказала рыжий вот серый-серый горчичный вот тоже чтобы котиков повязать желтый заказала чтобы утят повязать и также из серенького может быть я смогу мышек повязать помимо котят но мне вот нравится эти маленькие по глазу котятки поэтому поэтому я их и повяжу вот такая мне розовая покупка это молнии в жизни они вы они посветлее посветлее тут счет меня тень падает жизни они прям розоватые камера не передает и здесь вроде 10 штук они длинные такие вообще я не даже не знаю я не умею обрезать молнию так чтобы под изделие заказала я это для того чтобы чтобы попробовать сделать косметичку я очень люблю маленькие сумочки маленькие косметички и хочу попробовать сшить сама надо только машинку у мамы забрать попробовать вот также заказала вот такой наполнитель какой-то не знаю приятно на ощупь здесь полтора на метр что ли такое полотно где один армита вот чтобы проложить туда это между тканью чтобы косметичка была такая мягенькая пухленькая и вот такую я заказала ткань розовенькую в клеточку крупную и вот в такую клеточку мелкую нашла для себя такие сочетания потому что в целом можно эту вверх эту вовнутрь и эту также наверх и эту вовнутрь и они вроде бы между собой сочетается как мне показалось вот поэтому я их и заказала вот такие тоже камера не прям передает я не знаю когда я доберусь но мне уже захотелось все-таки сделать какой-то шаг в этом направлении поэтому я заказала себе ткань наполнитель вот этот между тканью молнию и вот мне останется только машинку вот и попробую также я уже выкрою куда же себе купила чтобы самой не чертить не париться когда-нибудь надеюсь доберусь для этого у меня еще лежит тоже набор другого творчества я как-то покупала набор для валяния и до сих пор к нему не приступила но они у меня лежат и теперь вот это тоже будет лежать и стать своего часа когда же я уже устану до такой степени что захочу прям убрать все свои моточки и что-то другое поделать ну плюс шить я давно хочу научиться когда не порт возьми милая . спасибо приятно чтобы научиться шить потому что я умею так это еще тут вода маленький лоску . вот я прям мечтаю научиться шить я не умею шить поэтому когда-нибудь может быть я займусь этим навыком максимум школе я помню там фартук шили помню игрушечку я делала но так это и осталось там в школе целом вот такие у меня покупочки и сейчас я вам еще покажу что я успела повязать этот я ездила к бабушке в гости в рыбинск немножко на четыре дня отдохнуть и я там тоже повязала успела поэтому я вам сейчас покажу что успела повязать причем я повязала то что не вязала целый год это мои любимые зайчики шпунтики я их вообще обожаю я в прошлом году их очень много вязала но в этом году и вот зимой я вообще не добиралась до них да и до многих игрушек я еще до сих пор не добралась но очень хочу добраться я тут ведь уже в новогодней новогодней футболочки хожу дома и кстати мне кажется что пора готовиться к новому году если вы хотите где-то в ярмарке поучаствовать то можно уже начинать что-то вязать что-то вязать подвязывать чтобы у вас было что зимой потом продавать ну то мне уже тоже одна девушка писала что там начинает готовиться и я думаю что мне тоже надо будет уже повязать маленьких шпунтиков оленят и гномиков вот этот вот мастер-класс который мне новогодние три в одном гринчи их тоже вот сколько я там связала до 10 штук вы их всех купили одного я подарила и из такого прям зимнего еще снеговичков немножко а что-то новенькое вот хочется мне еще что-то такое зимнее повязать а елочек я повяжу по бесплатным мастер-классом своих и наверное каких-то зимних шапочках тоже вот мастер-класс пингвинчиков что-то в общем в общем надо готовиться будет к новому году потихоньку начинать давайте ладно покажу чего там связала то у бабушки вывалила вывалила из пакетика кучку того что успела повязать так здесь еще котики которых я вязала по приезду в день приезда вот из остатков тоже котик такой получил сейчас я их отложу и покажу зайчиков которых я повязала просто не надо их тоже сейчас будет заснять чтобы я потом могла посчитать сколько игрушечку связала и проплюсовать вот это но они еще не приклеены здесь носик и глазки вот это я просто прикидываю как они выглядят вот такие вот маленькие зайчики не связаны из велюта я вообще их обожаю здесь ничего не пришивается и это и зашивается только одно отверстие одна ниточка прячется и этим конечно я их прям обожаю так надо разложить вот вот столичка я успела провязать зайчиков шпунтиков и мне еще вот тут не хватило тоже розовый не хватил серый бежевый не хватили этих котиков я вот по приезду тоже от бабушки повязала вчера и плюс вот ученка это я сейчас утром связала так и из пряжи вот этой китайской вот еще один котеночек это если вопрос тоже надо положить вот сюда что ли и отдалить чтобы потом можно было посчитать сколько игрушечек тут есть и при плюсовать при плюсовать их своим всем игрушкам за двадцать четвертый год еще у меня появилась мысль когда наведу порядок у себя в уголочке попробовать посчитать все моточки и больше не заказывать пряжу попробовать справиться тем что есть вот чаще всего я заказываю из-за того что ходовые цвета заканчиваются это какой-то там серый рыжий желтый зеленый вот и поэтому постоянно кажется что я покупаю покупаю остальные цвета медленнее намного медленнее расходуется хочу попробовать это исправить хочу попробовать провести ревизию моточков посчитать сколько у меня их свести возможно в таблицу не знаю вообще как это будет выглядеть и попробовать вязать только из них и не заказывать пряжу тоже не меня скоро из дома клинами скажет куда куда нам жить негде везде одна пряжа вот не знаю если как-нибудь получится все-таки это сделать то я на видео тоже сниму как буду прибираться как буду считать все сводить в табличку если что просто вот появилась у меня вчера такая мысль и надо ее озвучить чтобы про нее тоже не забыть хорошо пришла я ночью на кухню взять мороженое окном тут запрыгнул через окно богомол я в шоке он у меня во всю стену и очень страшно это мои новые пупуси смотрите какие я не могу сейчас покажу поближе это вот из велюта прям такие пухляши 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 такие они прям на попе могут вот так сидеть но изначально конечно это котик которого как бы ты когда гладишь вот а гладишь и он поднимает хвостик вверх когда жили с родителям в школе у нас был очень ласковый котик его звали толстый мистер ту вот и его когда всегда гладишь вот так вот его гладили сейчас его уже к сожалению нет и он всегда вот так вот попу кверху поднимал ему очень-очень нравилось когда за ушком или вот так вот по спинке гладили вот и у меня такие вот котейки тоже получились классные такие пухленькие толстенькие они все без утяжек все без утяжек но по желанию можно сделать утяжку это мой новый мастер-класс можно и просто одноцветного однотонного смотрите какой пухляш очень классный котик и можно два ряда делать например или вот делать вот такие мордочки ушки разного цвета одного и того же также я сделала тут кота пчела я в прошлом году вязала просто обычного котика пчелёнка и вот сейчас тоже этого пухлого сделала и он тоже очень такой прям это смешной смотрится но больше всех мне прям нравится вот это сочетание прям сиамский и вот такой коричневый светлый с молочным тоже очень красивый вот эти вот эти они связаны все из дольче из дольче это все из дольче это наверное дольче вот тоже разноцветный color какой-нибудь это вот я только что отвязывала еще одного котика чтобы записать расход потому что мастер-класс именно по нему я делаю и фотографии делала и какой крючок использовала то есть по расходу тоже я описала именно по этому котику из дольче и расход примерно у меня вышел 23 грамма основного цвета приблизительно вроде и вот дополнительного 4 грамма где-то в целом мне кажется вообще нормально милый котик я еще бантик этот сделал и она прям так смотрят прям кошечка кошечка с этим бантиком сделала усы из тоненькой-тоненькой вот белой ниточки она как швейная я ей утяжки делаю здесь нет утяжки вот просто уж усики вышло и бровки и вообще тоже классно очень смотрится как раз вот первый мой котик которого я отвязала именно из этой пряжи уже потом начала еще отвязывать 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 потому что та пряжа она более-менее легко поддается распусканию если туго сильно не вязать поэтому я начала из нее вязать и форму уже набивала сначала на ней распускала вязала и потом вот уже вязала из дольче из дольче это вот черный наверное все-таки dolphin baby потому что потоньше потом вот из велюта еще сделала из велюта уже мне не пришлось распускать потому что уже в целом схема была отработана вот поэтому тут кстати глазки 12 миллиметров вот в этих в обычных а в велюта вот это это наверное даже 16 прям большие видите тут 12 14 они средне да это наверное 16 миллиметров прям крупнейший крупнейший мой солнышко заходит у нас я только вышла вам поснимать посмотреть чтобы вам показать вот так что отдых не был на пользу а потому что в июле у меня вообще не вышло ни одного мастер-класса я не блокнотик ничего не добавила не так ничего не выпустила я прям была погружена и в отдых и в работу по другим направлениям и помимо этих котеечек у меня еще создавались в июле другие малыши вот вы их тоже скоро увидите я их немножко доделаю девочка мне тоже поможет протестирует и я уже буду вам показывать вот так что и надеюсь что и покупать их будут но котов всегда покупает вообще любых абсолютно когда вот они такие толстенькие таких котиков всегда покупают вот с ними тоже пойду завтра на ярмарку и с собой возьму их тоже если останутся на ярмарку на другую вот и уже тоже буду писать как покупается но котиков всегда хорошо берут вообще любых хоть они будут на двух лапках стоять хоть на четырех хоть лежа хоть сидя котики и собачки это то что люди заводят чаще всего и если ваша игрушка под похоже на питомца который живет у человека дома то он с радостью себя порадует этой игрушечкой еще вот такого смешного пушистого связала и он прям такой мягкий мягкий обнимательный получился но как будто где-то я там пар петель пропустила в этой пушистости мне конечно пока что сложно ориентироваться вот и он такой это немножко более это смешной получился такой классный еще вот такого серенького я тоже только что из контейнера достала не показала вам сразу тоже прикольно смотрится белые лапки такие классно и связала просто для него для них корзиночку вот так просто обычную корзинку это не как люлька такая которая прям вот с капюшончиком это просто люлька люлька в которую можно вот так схватить и идти гулять а это так для украшения типа это же котики все-таки они любят вот такие вот весюльки я их вот так сделала смотрела какие вообще существуют на балдере с люльки и пижамки хотела сказать и лежанки в которых лежат к котейки что вообще люди покупают своим питомцем чтобы посмотреть вот что можно связать и пока не знаю пока вот буду наверное просто вот такие люлечки обвязывать донышко и класть туда котенка и вот так делать украшения и продавать посмотрим как лучше вот с люлечкой или без вот но мастер-класс без люлечки потому что люльку в целом ничего сложного донышко 10 на 15 обвязали столбик прибавка и все и вверх пошли потом сделали просто вот так как назвать ручки вот поэтому я пока не добавляю потому что не знаю чем если надо будет то потом когда-нибудь добавлю за окном косят траву но мне нужно заснять что у меня у меня расхлавление все ура я я прибралась даже вот тут тоже у меня все прибрала и прям красота теперь есть место хотя бы на кресле можно так столу к пряжи туда-сюда ездить то что работаю я вот тут за стулом и на кровати все раскладываю рабочий свой процесс и вижу там пишу что-то блокноте туда-сюда вот а за столом я хоть могу спокойно теперь работать за ноутбуком если мне необходимо вот и сейчас давайте с вами тоже до балкона дойдем посмотрим как я там немножко расхламила и x ой ну какая красота сразу заходишь и хоть можно наступить хоть есть место куда пройти здесь тоже все расхламила и в целом тут теперь все нормально можно найти лишнее все выбросила здесь коробка с пряжей там коробка с пряжей там контейнер с пряжей там пол хлопок вот и вот так сюда вот тоже все моточки которые здесь в упаковках лежат а те без упаковок которые они лежат в комнате вот и на подоконнике теперь ничего нет можно спокойно подойти к окну открыть окно подышать воздухом сделать фотографию ой ну 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 красота же в начале видео я показывал какой какой тут был бардак поэтому можете если что отмотать посмотреть как было в начале видео и как она сейчас так что очень рада что прибралась вот под это все конечно нужны стеллажи но еще один стеллаж это просто пустая тарата денег потому что при переезде когда-нибудь все равно его придется продавать у нас и так целая куча стеллажей разных ура ура вот такая разница у котиков если одному сделать утяжку другому не делать у левого нет утяжки у правого есть утяжка в целом мне нравится даже больше без утяжки но с утяжкой тоже глазки утопают еще больше и в целом тоже смотрится прикольно также вот котейка без утяжки но с бровками с бантиком и с усиками и с обычной тоненькой швейной ниточки тоже выглядит в целом классно вот эти связаны из yarnart dolce из коричневого и молочного а вот эта малышка вот эта малышка связаны из вот этой китайской пряжи которую я на вб покупала или можно не китайской не знаю в общем тут просто все для меня на китайском поэтому я ее так и называю в целом она прикольная мягенькая для меня и она чуть тоньше нежели пряжа тэнди которая по структуре похожи на нее метраж у них тоже примерно похожий метраж 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 вот 50 грамм 60 метров авто и в тэнди 50 грамм вроде 55 метров примерно так вот поэтому вот так но она тоньше немножко как будто кажется даже обычный вот плюшевый пряжи но тоже смотря какой моточек попался вот и вот это связано крючком 4 недовольно таки вот она плотненько получается ну вот здесь в конце тоже видите дырдочка между убавочек хотя крючочек небольшой был взят вот то есть из этой пряжи вот такая такого размера из этого чуть пухлее как будто просто вот из этой пряжи получается вот так что вот такие котеечки вот такой мой новый мастер-класс я вообще просто в безумнейшем восторге мне они очень нравятся ну вот прям очень ну правда очень классно я выходные хотела продавать игрушки у меня купили пять или шесть котиков вчера заносили записи я забыла я брала с собой примерно примерно брала с собой около наверное восьми или десяти котов и вот купили почти половину либо половину надо будет посмотреть даже вот и прям нравится понравились эти котики покупателям они у меня сидели некоторые без сумочек а некоторые сидели вот так вот в люлечках сейчас вам покажу вот так в обычных вот так корзиночках они сидели и некоторые покупали их корзиночках большинство но некоторых взяли без корзиночек потому что за корзиночку надо еще денег же заплатить помимо того что котика продавала я их по 500 рублей кстати буду думать смотреть экспериментировать с ценами вот по 500 рублей брали вяжется в целом тоже недолго вот и вот так они в сумочках сидели и некоторые брали их в сумочках самое обычное это даже не люлька это просто просто обычная люлька то есть это не с капюшоном прям красивая люлька такая а просто корзиночка то есть я взяла донышко вот такое вот овальная 10 на 15 и обвязала его пряжей велюта сделала один два три четыре ряда и потом вот в пятом просто сделала вот такие вот держалки как их назвать ремешки забыла забыла слова и поэтому вот я очень очень довольна буду их теперь тоже с удовольствием навязывать помимо того что маленьких котиков я вижу который у меня из блокнотика теперь буду еще вот таких прям вязать с удовольствием и я так рада что они у меня придумались потому что вот прям вот берешь гладишь и хвостик поднимает мне в детстве так котик его гладили и он так поднимал также они могут сидеть на папе вот они могут вот так сидеть на папе так вот вот так итак на папе а могут вот так стоять самостоятельно стоят либо вот так сидят на папе можно их вот так поставить всех но главное чтобы стол был низкий чтобы деткам было видно не только лапки а вот и мордочки и вот так их поставить либо корзинку их можно вот тоже прям вот так поставить в корзинке конечно лучше чтобы они стояли чтобы было видно их мордочку то что они стоят лежать лежать тоже нормально лежат но вот на витрину на витрину либо вот в таком виде чтобы они стояли бочком или передом либо вот так чтобы они сидели на попке вот такие котенки у меня получились до сняла видео в мастер-класс сложных моментов сняла видео как делать утяжку сняла как ставить глазки что именно вот в те петли куда я вставляю и сняла как вывязываем хвостик так что ничего не пришивается все вывязывается полного видео от самого начала например как вязать и до самого конца мастер-класс не будет только видео сложных моментов но схема описания максимально подробно все расписано будет поэтому я думаю что любой желающий тот кто знает как вязать петельки вязал уже какие-то игрушечки с удовольствием справиться и вообще мне кажется вы получите удовольствие котики правда классные девушка которая у меня тестирует игрушечки она тоже когда связала сказала что прям вообще вообще суперский классный и что он очень хорошенький да я сама в полном восторге я вот как я хотела папочку гладишь гладишь кстати можно вот еще вот так вот понажимать и он еще поднимется но когда просто вот так вот на него пожмякаешь он немножко превращается в булочку но вот так еще вот так вот пожмякаешь и тогда как бы нормально то есть можно посмотреть а главное вот тут вот тоже набивают так чтобы вот эти при бабочки которые есть сверху немножко расправились и он все-таки был немножко на подъемке такой котик ладно пойдем дальше что-нибудь еще вязать что-нибудь вам еще покажем давайте вам покажу еще точно я зайчиков шпунтиков туда которых вязала когда к бабушке ездила до оформила довязала всех приклеила и вот у меня их тоже кстати выходные вместе с котиками хорошо покупали причем я зайчиков шпунтиков очень-очень давно не вязала с прошлого года я много что не вязала с прошлого года и это не значит что это не покупает это значит что я не успеваю вижу какие-то другие игрушечки которые хочется вязать потому что эти позиции тоже заканчиваются но зайчиков прям тоже же забрали и разобрали еще зайчиков обычных прям вот корзиночках сейчас вам покажу так вот маленькая донышко 8 8 сантиметров вот они просто обвязаны пряжей велюта это я буквально вот вчера связала здесь один два три 4 5 рядов но я продавала выходные у меня были где было четыре ряда четыре ряда побольше крючком и вот там сидели зайчики вот так они сидели в лукошке их прямо очень хорошо разобрали смотрите какая милота это зайчик шпунтик по моему мастер-классу там пять в одном там есть мышка котик и несколько видов зайчиков вот я вижу не помню по какому варианту но в общем по какому-то из вариантов мне больше всего нравится вязать и это из пряжи велюта вяжется быстро вяжется вообще но для меня прям очень быстро вяжется потом я приклеиваю носик и приклеиваю глазки сверху также я часто делаю им подвески просто этим я еще не успела вот и вот так сажаешь и прям вообще смотрите какая милота вот их прям тоже очень разобрали хорошо причем это не полноценная люлька ничего я продаю вот этих зайчиков по 300 поставила и люлечка была вот такая маленькая по 150 вот можно было в нее если что посадить другую игрушку котиков маленьких тоже из блокнотиков в этих люльчиках покупали вот и вот так с удовольствием шли гулять то есть максимально просто не надо никакие сюда одеялки потому что это корзинка это такая люлечка корзинка и все но это его ты связала хвостик я заправлю все это люлька корзинка и вот так вот малыши ходят и гуляют так что прям надо сейчас мне тоже не заказывать донышки 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 я в прошлом году много вязала тоже таких вот корзиночек и придавала игрушки в картинках хорошо покупали потому что раз посадил и на рабочий стол ну так можно тоже сажать некоторые берут и играются а некоторые берут маленьким деткам девочкам кстати мальчики тоже покупали и вот так просто они сумочкой ходят гуляют также они туда если при желании могут что-то еще маленькое положить за зайчика спрятать и также ходить гулять так что вот про корзиночки я вспомнила у меня лежали запасы я вот их тоже сейчас подвязала и надо еще заказать будет чтобы детки могли радоваться и я вообще безумно счастлива что я в этом году тоже смогла повязать хоть немножко но немножко я повязала зайчиков шпунтиков потому что зайчиков хорошо берут смотрите какой милашка уся у самуся вот и из велюта из моточка у меня получается примерно 66 зайчиков смотря каким крючком тоже вязать 5 5 с половиной или шесть вот и надо посмотреть примерно 6 зайчиков у меня получается то есть в целом для меня расход нормальный и они немножко побольше из обычной пряжи они прям совсем малыши это прям совсем совсем маленький брелочек вот поэтому я чаще всего вижу таких вот шпунтиков именно зайчиков из велюта также на днях мы немножко по разбирали слизы буквы которые я заказывала у меня вот такой цветной пакет цветных буковок и пакет бусинок таких черно-белых то есть белая бусинка и черная буковка вот пол пакета уменьшилась и вот мы разложили по пакетикам фасовали по пакетам и как ни странно я собирала сначала букву ша и ща только что их не могу найти вот их прям там очень много было намного больше конечно чем буковок а я конечно расстроилась что всяких таких букв которые не прям нужны много но подумал что ладно ничего страшного если что при необходимости потом будут дозаказывать либо такие же наборы либо уже отдельно искать конкретные буковки вот такая знаете прям и цветотерапия и буква терапия сидишь так внимательно разглядываешь и вроде бы все собрал на одном месте на одном месте прям вот так кучку смотришь смотришь собираешь буковки которые выбрал себе и получается что вроде ты тут все собрал а через пару минут когда-то в другом месте уже пособирал получается что к этому месту возвращаешься и тут снова ты находишь эти буквы и это прям такое знаете разгрузка разгрузка для мозга сидишь так буковки собираешь прикольно вот оставила одна я не перебираю вот в следующий раз лиза приедет со стороны в гости и тоже будем с сидеть перебирать наверное она конечно не очень была рада этим заниматься но но тем не менее она вот помогал еще хочу сказать пару слов о том вот что youtube стал медленнее работать у меня например от вай-фая совсем не загружается на телеке конечно же не работает поэтому я только если не какой-то ролик надо я обычно какие-то для себя обучающие моменты смотрю на ютубе последнее время последние полгода большинство но пару видео я смотрела визанчиц но мне совсем некогда потому что я все-таки этот год уделяю своему развитию социальных сетей и обучение различные покупают в общем не суть суть в том что я думала куда заливать ролики если все-таки youtube совсем-совсем будет плохо работать и если вдруг он вообще даже не будет грузить ролики мои на канал я скорее всего буду загружать их во вконтакте но чтобы например не потерять информацию можно подписаться на мой телеграм-канал ссылочка есть в описании к этому видео настиг то есть называется канал и в телеграме и вконтакте и также здесь на youtube вот я там если что когда видео новые буду снимать и будет она выходить где-то я буду оставлять ссылочку где она вышла например если она вышла в ютубе я оставлю ссылочку на youtube но если он плохо будет как бы работать то возможно я буду выкладывать в свое сообщество вконтакте в раздел видео вот для тех кто просто желает посмотреть если что мои видосики мои блоги под свое вязание либо просто же интересно как там у меня дела чего нового и чего там это настиг то есть вообще болтает в своем новом видео вот а также я спрашивала в телеге что куда переходить некоторые говорили описали рутуб кто-то писал яндекс дзен еще есть я попробую попробую вообще не обещаю про яндекс цен попробую там зарегистрироваться и попробую вообще я хочу свои старые видео тоже сохранить и куда-то продублировать ближайшем будущем вот и попробую если там зарегистрируюсь получится все попробую там может тоже немного разобраться но это же тоже время оно у меня сейчас ограничено и если что буду туда загружать в общем я если что в телеграме обязательно и в контакте сообщу куда я буду выкладывать свои видео если например не буду выкладывать их на youtube ну и когда на youtube я выкладываю обязательно сообщаю что вот новое видео вышло можно посмотреть смотрите ли вы у меня такой вопрос вообще какие-то площадки где есть видео кроме ютуба то есть где-то еще вы смотрите видосики если да то где можно рутубе смотрите можно яндекс цене вот который мне тоже девчонки предложили напишите пожалуйста может во вконтакте смотрите и где вам удобнее было бы смотреть просто мне на youtube я загружаю для того чтобы и все мои старенькие зрители посмотрели которые любят меня смотреть и для того чтобы новые зрители меня тоже здесь увидели за счет того что здесь продвижение и алгоритмы работает таким образом что если вам интересно вязание только рано или поздно мой ролик в рекомендации какой-то вам попадется обязательно будь то там через месяц через год через два года но попадется вот а в контакте и в других социальных сетях я не знаю как работают алгоритмы и навряд ли там будет способствовать самому продвижению в общем не знаю в общем не знаю так что напишите пожалуйста если или вы смотрите на каких-то других соцсетях длинные видео именно вот прям включаете и может там фильмы смотрят сериалы может каких-то блогеров а вот то в каких соцсетях я посмотрю вот и буду себе тоже иметь виду если что еще я хотела сказать что мое обучение которое я покупала закончилась которая покупала в апреле примерно два месяца в общем у нас получилось шесть недель плюс дополнительные две недели потому что девушка в общем там были проблемы со здоровьем у ребеночка надо было отвлечься от работы и поэтому люба нам продлила обучение ну вот по запрещенной соцсети и в целом мне очень понравилось как все прошло все у нас закончилось люба нас не бросает мы будем теперь раз в месяц созваниваться строить планы на новый месяц в общем я вот безумно благодарна за то что она нас не оставляет в этом океане знаний и вот этих алгоритмов непонятных как они работают и как чего двигаться дальше а то что вот она поддерживает связь со всеми своими группами которые заканчиваются у нее именно наставничество которое дорогое дорогое вот и я безумно за это благодарна потому что прям это очень важно и вот нас уже был созвон там были девочки из прошлых я наставничество группы некоторое количество девчонок те которые как бы желают тоже дальше продвигаться дальше создавать какой-то контент какие-то видосики какие-то свои услуги предлагать людям и было немного но главное что я была потому что мы составили уже план после после того как наше обучение закончилось мы составили план уже непосредственно не по неделям как делали на обучение она месяц и вот в конце августа у нас будет снова созвон проанализируем что я там сделала я обязательно буду присутствовать я очень рада что у любы есть такая поддержка после вот этого обучения после наставничества потому что это прямо очень важно чтобы не сдаваться чтобы не просто вот ну да обучение закончилось все домашку делать не надо вообще мне больше типа не нужна эта соцсеть вот и я думаю что я таким образом может не все буду успевать делать не что-то буду делать буду стараться то что все-таки не разорваться а вот и буду максимально брать от любы все что смогу но не успела у меня обучение закончится я в июле как бы делала вот мастер-класс придумала вот этого котика еще я у других зверят придумывала новых малышей вам попозже их обязательно покажу сейчас просто не хочу саму себе сглазить в том плане что хочу сейчас доделать некоторых персонажей уже вам потом в новых видео или может быть вот в телеге как нибудь тоже кусочек выложу у меня уже кати которая помогает мне тестировать девочка протестировала первых малышей сказала что очень очень классные очень крутые что и вот эти конкретно там животные тоже она давно хотела связать мне не было вот именно который ей понравится мастер-класс воды я сама тоже очень хотела чтобы у меня были в ассортименте на ярмарках эти персонажи поэтому я с удовольствием сейчас их создаю и некоторые установки у себя из головы тоже выкинула что там к примеру у меня должно быть все цельно вязанное настолько что оно должно вывязываться прям вот в процессе как например в шпунтиках и какая-то вот у меня установка была больше года в голове что я не могу создавать мастер-класс если там что-то не цельно вязанное а вывязывается то есть она даже не пришивается вывязывать и у них это установка насти тебе нельзя так делать это типа вообще запрещено ты не имеешь права и вот ну только сейчас она начинает проходить что на есть вообще-то ты имеешь право создавать все что ты хочешь и поэтому я думаю что творческий кризис потихоньку уходит и вот после этого малыша после того как на котика выйдет мастер-класс уже порадую вас новыми героями и сама их тоже хочу скорее уже не вязать потому что у меня в августе тоже ярмарка одна точно будет я на нее записалась тысячи рублей участия вот и хочу еще куда-нибудь может съесть в августе не знаю имея ввиду за пределы своего города но посмотрим если успеете может в сентябре еще куда-то тоже свежу нас в сентябре тоже должен быть там день города в городе не знаю надо будет спросить будет ли там торговля у нас обычно как-то не очень с этим в моем городе обстоят дела вот но в общем как то так из нового обучения в общем в новое обучение купила я тоже связанное обучение уже непосредственно с мастер-классами с онлайн продуктами буду больше углубляться в том плане что в основном я все нарабатываю своим опытом то есть а что-то делаю какие-то описания фотографии видео а вот там файлы pdf раньше я делал рассылал на почту потом вот я в контакте в закрытых группах делал мастер-классы сейчас я до этого ухожу я пытаюсь все свои мастер-классы заново переделать чтобы они их можно было не привязывать группе в контакте закрытой чтобы их можно было просто приобрести поэтому как бы работы у меня предстоит много и вот поэтому я записала на новое обучение надеюсь что он мне тоже каких-то моментах поможет также я хочу все-таки сделать курс ну как курс просто сделать как бы обучающие видео маленький обучающий курс который будет как бы к каждому моему мастер-классу просто приложен уроки вязание для начинающих чтобы те кто например не умеет вязать но очень хотят могли тоже связать по моему мастер-классу игрушку поэтому и цены на мастер-классы тоже хочу пересмотреть больше не обесценивать себя потому что вот раньше вот эти 77 рублей за мастер-класс конечно и потом 50 рублей ну вот знаете что такое 50 рублей вот ты приходишь в магазин и можно эти 50 рублей купить жвачку ты как бы сидишь придумываешь и вот часами там стоишь записываешь это все переписываешь фоткаешь выкладываешь отвечаешь людям и это забирать столько времени ну как бы забирает все твое время ты думаешь когда жить то вообще и думаешь блин за 50 рублей продалась и в общем на мастер-класс тоже буду пересматривать потому что я говорю всегда что не надо как бы чтобы игрушки были дешевы а сама просто бесплатно считаю раздаю свои мастер-классы причем знаете раздаю мастер-класс на игрушки которые как бы хорошо покупают вот допустим вы купите у меня мастер-класс на какую-то ходовую прям игрушечку вы ее купите с первой же продажи игрушечки а потом заработаете там прям заработаете реально на этой игрушечке на ярмарках а я стояла корячила сделала этот мастер-класс и особо не заработала поэтому тоже буду пересматривать свое отношение к самой себе что я себе разрешаю делать мастер-классы которые мне хочется и больше никаких установок что насти ты не имеешь права делать вывязанные детали насти имеешь право делать все что тебе в голову придет и вот какие малышей формы тебе приходят то имеешь право делать поэтому я надеюсь что вот это пора моего творческого кризиса заканчивается я очень на это надеюсь потому что прям пора вылезать а то какие-то установки вообще бред какой-то так сижу иногда думаю елки-палки кто-то такое сказал кукушка настя кукушка иногда думаю при себя вот поэтому купила новое обучение и там будет про мастер-классы тоже рассказывается как че лучше и про продвижение про продажи поэтому я надеюсь что мне этот курс но недель на небольшой но прям вот там каждый день будет эфиры уроки поэтому я сейчас уже не кстати через полчаса эфир будет а вот и я сейчас буду убрать тетрадку ручку тоже же не предупредила что я буду учиться чтобы он касс работы пришел не терял меня потому что я буду сидеть на ушниках и внимательно все слушать ну вот и перенимать опыт и соответственно я все это делаю для того чтобы улучшать свой мастер-класс потому что вот я уже говорила что нарабатываю с опытом и раньше в нельзя грамме когда тоже продавала и все все с опытом ко мне приходит что-то мне тоже подсказывают что-то я сама потом понимаю что нужно добавить на плюс у меня педагогическое образование поэтому в целом я представляю как нужно объяснять как нужно объяснить как нужно создать целостное представление чтобы потом человек как бы понял как связать игрушку ну вот хочу улучшить как бы все равно свои знания и надеюсь что этот курс мне тоже поможет в моих дальнейших планах и в моих мастер-классах моих работах вот надеюсь новые знания не заставить себя долго ждать и я их буду обязательно применять вот какие-то такие у меня мысли какие-то такие у меня дела на данный момент кстати не знаю в этом видео я мало выходила к вам разговаривать именно своим лицом не потому что мне не хочется а потому что потому что она себя плохо кушала последнее время забила на себя и вот у нее все лицо красное поэтому поэтому это да чтобы вас не пугать чтобы вас не пугать я тут вот свои игрушечки поглаживаю вот так что какие-то такие у меня дела на данный момент вот так что спасибо большое вам за просмотр желаю вам творческого вдохновения и чтобы у вас в голове не было вообще никаких установок что типа вы что-то не ну что вам что-то там нельзя делать ну это вообще бред просто это я уже отца на себя типа почему нельзя можно поэтому если вам там у вас голове установка что вам нельзя продавать игрушки гоните эту установку вам можно продавать игрушки идете в администрацию все узнаете записывайтесь на ярмарке и идете продавать игрушки все вяжите то что вам нравится то что вам хочется если вам кто-то запрещает что-то вязать ну это то же самое что вы себе что-то запрещаете просто гоните эти мысли вы можете взять что хотите вот поэтому можете делать тоже что хотите ну конечно в пределах там в рамках закона и всего такого конечно же но я имею ввиду все таки про творчество что вам что нравится то вы и можете тоже в пределах конечно там разумного в пределах дозволенности вот что вам еще такого пожелать но в целом я думаю что что-то интересное вы себе все равно подчеркнули из моей болтовни в этом видео несмотря на то что я тут особо лицом вам не показывалась еще хотела сказать что если у вас есть возможность то вкладывайтесь в себя в том плане что вот я уже в этом году покупать третье обучение я конечно дофигищи денег потратила я не говорю вам тратить деньги но если вы где-то что-то видите какую-то информацию вебинар даже если там бесплатный там в пределах на 500 тысяч рублей и тема вам это интересно то почему нет ну как бы купите чужие знания чужой опыт посмотрите послушайте да конечно много фигни на рынке но надо стараться уметь фильтровать уметь отличать как бы нормальных спикеров нормальных людей ну в том плане нормальных людей что чтобы они не лили вам воду в в вашу ваши уши вашу голову воду алили знания вот чтобы они не вешали лапшу на уши вешали знания на уши вот то есть в общем я желаю вам вдохновения и разрешите себе делать то что вам хочется и все в вашей жизни будет хорошо в общем ладно все пока пока спасибо большое за просмотр есть что понравилось не понравилось пишите в комментарии и не забудьте сказать что у вас там с ютубом потому что у меня у многих знакомых работает а у многих знакомых не работает ладно увидимся с вами в новых видео всем пока пока мои мастер-классы на данный момент можно купить у меня в группе вконтакте ссылочка есть в описании к этому видео когда мои мастер-классы можно будет купить уже независимо от группы вконтакте я обязательно во всех соц сетях везде сделаю пост везде об этом все сообщу закреплю информацию вот ладно всем пока пока я была безумно рада а поболтать с вами на камеру и безумно рада что я сейчас смонтирую этот видосик выложу что вы его наконец-то посмотрите потому что я очень-очень соскучилась пока пока а